Девушки отдыхают Ради любви к жене Николай Борисов полностью поменял свою жизнь. Он бросил к ногам молодой красотки все, что имел. Каким же был его ужас, когда Борисов узнал, что женился на собственной дочери, которая намеренно испортила ему жизнь. Да еще написано, продается дом, да еще с качественным ремонтом. Боже мой, я смотрю и адрес и все. Это там, где мы проживали. Ну я чуть с ума не сошла вообще. Анна Степанова уверена, что продавщица дома ее обманула и хитростью заставила сделать ремонт. Она требует вернуть свои деньги, но Валентина Ракитина утверждает, что покупательница хотела ее убить. Она меня уже всю затюкала, всю жизнь мне говорит, что мне одеть, как мне причесаться, куда мне ходить, куда мне не ходить. Ну что ж, вы хорошо выглядите. Ваша честь, мы из-за этого остались без мужиков. Ни она, ни я. Две сестры никак не могут ужиться вместе. Романтичная Елизавета устала жить под давлением черствой Софьи. Она решает уехать в столицу, чтобы исполнить мечту детства выступать на сцене. Истец Анна Субботина просит признать свой брак недействительным. Отвечик Николай Борисов, сыс, согласен. Но просит вернуть ему имущество, которое было приобретено им в период брака и оформлено в собственность истца. Слушаю, дело открыто. Представьтесь. Субботина Анна Владимировна, Ваша честь, я прошу признать брак с ответчиком недействительным, так как он является близким моим родственникам, а именно моим отцом. Как же вас угораздило? Эта чудовищная история произошла полностью по его вине. Он бросил нас в матери еще до моего рождения. Никогда не интересовался, как мы жили, как жила мать, как мы вообще существовали в этой жизни. Когда мне было 18 лет, я закончила школу, я уехала учиться в Владивосток, в Перми. Я жила в общежитии и познакомилась с интересным мужчиной. Он был значительно старше меня возрастом. У меня никогда не было отца. Поэтому понятно, что я очень сильно ему увлеклась. Мы прожили в гражданском браке два года. Потом наш брак оформили. Когда прошло воссоединение семьи, приехала мама, открыла глаза нам и указала, кто есть кто. Сказать то, что мы были в шоке все трое, ничего не сказать. А что, на свадьбу мать не приезжала? Получилось так, что мать не любит... Ну, не приезжала, хорошо. А что, а фотографии не видела? Я отсылала фотографии маме. Ну и что же? Не узнала она их. Просто мой муж не очень хорошо получается на фотографиях, и я немножко их отфотошопила. Мама не узнала. Ну и как же произошло, что мать узнала? Мама приехала через полгода после нашей свадьбы. Понятно. И сказала, что это ваш отец? Да. Выяснилось, что это мой отец. Я сразу указала на дверь. Мы всю ночь мамой проплакали, нас переполняли эмоции. Злости не было предела. Все из-за него. Моя мать лишилась здоровья. Она все силы потратила на то, чтобы вырастить меня. А ответчик оплачивал вам алименты? Нет. Никогда ничего, ничего, мы от него ничего не видели. Все полностью мать вкладывала одна. А в свидетельстве о рождении не указан ответчик вашим отцом? Он мне не дал ни имени, ни отчества, ни фамилии. Ничего от него никогда не было. Понятно. Давайте теперь вас выслушаем. Уважаемый ответчик, как ваша фамилия? Моя фамилия Борисов Николай Александрович. Ну, Николай Александрович, что вы скажете по этому поводу? Я не могу выразить, насколько мне стыдно стоять на этом месте. Мне кажется, что Анечка, ну, не совсем верно излагала все события и несколько вводит суд в заблуждение. Чем? Мне кажется, она знала, что я являюсь ее отцом. И этот поступок, и то, что мы в конце концов оказались мужем и женой, мне кажется, это месть за те унижения, за те страдания, которые она понесла от того, что она не знала своего настоящего отца и от того, что я не участвовал в ее становлении как человека. Дело в том, что ситуация сама по себе с самого начала могла бы, наверное, казаться странной, но просто отматывая назад события, я это понял. А в то время я, естественно, влюбился, я был ослеплен. Это было какое-то удивительное чувство. Вы считаете, что ваша дочь, зная, что вы являетесь ее отцом, вступила с вами в интимные отношения? Откуда я могла знать? Я ни разу его не видела. Так я понимаю? Да, Ваша честь, у меня есть для этого некоторые... Высочнее, именно из целей мщения. Да, именно из целей мщения. Дело в том, что я на сегодняшний день совершенно, ну, абсолютно разорен, понимаете? У меня нет никаких средств, у меня нет практически негде жить, понимаете? Все, что у меня было, я вложил в этот брак, в этого человека, в эту девушку, в свою жену, понимаете? Я покупал ей украшения, я покупил ей машину, мы купили квартиру на мои деньги, миллион шестьсот тысяч стоило... Вы до встречи были женаты с ней? Да, я был женат. Квартира была куплена на мои деньги. Начнем с этого. Да, я был женат, и когда я ее встретил, я развелся со своей женой. У меня был достаточно счастливый брак, но вот так получилось, я встретил эту любовь, и... Ваша честь, квартиру покупала моя мать, вместе с моими деньгами. Моя мать брала кредит, квартира куплена на мои деньги. Анечка, ну какой кредит брала твоя мать? Ну миллион шестьсот тысяч я снимал с банковского счета. У меня есть этому доказательство, у меня есть подтверждение. А у мамы, у мамы есть то, что она брала кредит и деньги, которые я накопила. И именно миллион шестьсот и стоила наша квартира. Мама добавляла... Я все свои деньги, все свои средства... Николай Александрович, то есть вы поддерживаете иск о признании брака недействительным, но при этом вы хотите разделить имущество? Да, я хочу разделить имущество. В каких долях? Я хочу разделить имущество пополам. В равных долях? Да. Из чего это имущество состоит? Более того, Ваша честь, я готов оставить Ане все украшения, которые я ей покупал, все бриллианты, машины. Понятно. Какое имущество будете делить? Я бы хотел разделить только квартиру. Только ту квартиру, которую я купил за миллион шестьсот тысяч, но от любви, от доверия к ней я оформил ее на имя Ани. 25 лет назад лучше всего разделить захотел бы. Мне тоже было странно, почему Анина мама не приехала на нашу свадьбу. Почему Аня, отправляя ей фотографии наши после свадьбы и после нашего путешествия, почему мама никак на это не среагировала, а когда приехала, это был действительно шок. Я знаю, я действительно видел, что это был шок у моей, ну, как это сказать-то, бывшей девушки, что ли. Дело в том, что я зашел в Анин электронный ящик и скачал эти фотографии. На фотографиях, на наших свадебных фотографиях, в фотографиях с путешествия совершенно другой человек. Передайте, пожалуйста. Не совершенно другой, а чуть-чуть приукрашиваю. Разрешите, я передам еще договор купли на квартиру, снятие денег с банковского счета и чеки на... Это все документы, на которые вы ссылались. Да. Да, да. Так. Ваша честь, квартиру покупала моя мама. Почему вы на самом деле другого человека? Это не другой человек, это немножечко... Я улучшила фотографии, потому что... Анечка, ты видела эти фотографии? Потому что ответчик не очень хорошо получается на фотографиях. А так как это фотографии, я хотела, чтобы они лучше выглядели, чтобы мама посмотрела и порадовалась за меня. Так как по состоянию здоровья она не смогла на свадьбу приехать. Как вы узнали и когда, что это ваша дочь? Когда приехала Юля. Когда приехала Юля и ее мама. Только когда приехала ваша вот эта девушка. Мало того, я должен сказать, но я не знаю, насколько это в мое оправдание, но я не знал, что у нас с Юлей был ребенок. Да, мы с ней встречались, да, у нас были интимные отношения, но то, что Юля была беременна, потом родила Аню, этого я не знал. Вы после того, когда расстались с Юлей, не поддерживали с ней отношения никаких. Вы больше не поддерживали отношения. Нет. У меня есть свидетель, моя мать, можно ли? Можно, даже не то, что можно, а нужно. Пригласите, пожалуйста, свидетеля истца. Свидетель истца, пройдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Я хочу представиться. Конечно. Субботина Юлия Владимировна. Извините, я очень волнуюсь, потому что ситуация из ряда вон выходящая, то есть произошел инцест. Мало того, еще повлек за собой такую скандальную ситуацию с продолжением. Я хочу первое подтвердить, что этот человек действительно является родным отцом моей дочери. Я не отказываюсь. Это первое. Значит... Николай Александрович не отказывается, он признает. Хорошо. Вот. То есть фактически основания для признания брака недействительным есть. Да, есть. Сейчас осталось только одно. Разделить имущество. Разделить. Но я хотела еще немножко добавить, что я жила одна. Очень тяжело, очень бедно. И ребенка я не подпускала к теме даже. Кто такой отец, где он, что он. Никаких фотографий не показывала. Вообще эта тема не поднималась. Понятно. И когда встал вопрос о покупке квартиры, я просто пошла и взяла кредит. Вот у меня есть кредитный договор, 500 тысяч. И переслала их дочери. Я знала, что у нее есть свои накопления, потому что она работает с 14 лет. Она очень хотела свое жилье. Вот. И теперь вот выясняется, что квартира была якобы не на ее и не на мои деньги приобретена. Я уже рассказывал тебе, я этих денег не видел, семейный бюджет, они не поступали. Она говорила, почему она поехала во Владивосток. Простите, я все-таки с судом хочу поговорить. А? Меня перебили, простите. Я с судом хочу поговорить. Хорошо, я повторю. Почему ваша дочь поехала именно во Владивосток? Она хотела учиться. Когда-нибудь ваша дочь говорила, что она хочет найти своего отца? Никогда. Познакомиться с ним? Нет. Дочь знала, что ее отец проживает во Владивостоке? Нет, она ничего не знала. А вы знали? Мы не говорили на эту тему. А вы знали об этом? Я его искала, я звонила его родителям. Я спрашиваю, вы знали об этом? Нет, я не знала, как он говорит. Юля, ты не знала, что я во Владивостоке? Нет, я не знала. Он скрылся. Вот так. Я не договорила вот на тему денег. Я считаю, что если ответчик какую-то определенную часть денег добавил, ничего страшного в этом нет. Пускай это считается алиментами за все эти годы, что мы бедствовали. Юля, я не скрывался от алиментов. Юля, я не знал об этом ребёнке. Я это прекрасно знаю. Хочу слышать. Вот эти деньги, они из расхода, которые вы получили в банке, в качестве кредита, они израсходованы на покупку части квартиры? Я считаю, что так. Нет, вы считаете или так? Так. Так. Вот моя дочь это может сказать. Я просила. Что вы скажете по этому поводу отвечу? Я целенаправленно послала на покупку квартиры. Ваша честь. Юля представила документы, подтверждающие, что большая часть квартиры оплачена за её средства. Ваша честь. Я снял с банковского счёта, как свидетельствует из тех документов, что я вам передал, миллион шестьсот тысяч. Да. Именно за миллион шестьсот тысяч мы купили эту квартиру. Те пятьсот тысяч, о которых говорит Юля, я не видел в семейный бюджет, они не поступали. При, ну, я не знаю, надо ли это говорить или не надо, но при той жизни, которую Аня вела, при её любви к драгоценностям, к красивой жизни и так далее, я не верю в то, что у неё были большие жизненные накопления. Тем более, они несколько раз говорили о том, что ни я им не помогал, у неё было трудное детство, тяжёлое детство и так далее. Ну, конечно, не помогал. А какое же оно было? Счастливое, что ли? Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Да ещё написано, продаётся дом, да ещё с качественным ремонтом. Боже мой, я смотрю и адрес, и всё. Это там, где мы проживали. Ну, я чуть с ума не сошла вообще. Анна Степанова уверена, что стала жертвой аферистки. Её заставили сделать ремонт дома, а затем выкинули на улицу. Но Валентина Ракитина считает себя пострадавшей стороной. Ведь Степанова покушалась на её жизнь. Она меня уже всю затюкла, всю жизнь мне говорит, что мне одеть, как мне причесаться, куда мне ходить, куда мне не ходить. Ну что, вы хорошо выглядите. Ваша честь, мы из-за этого остались без мужиков. Ни она, ни я. Деревенская звезда Елизавета Верещагина больше не хочет выступать в местном ансамбле. Все её мысли теперь только о шоу-бизнесе. Но родная сестра мешает ей прославиться и не даёт согласия на раздел имущества. Судом установлено, что вы являетесь близкими родственниками. А брак между близкими родственниками, в том числе между отцом и дочерью, не допускается. Поэтому в соответствии с Семейным кодексом ваш брак признаётся недействительным. У суда нет правовых оснований для признания общей совместной собственностью вашей квартиры. Поэтому ваша квартира, которую приобрели вы, и это установлено судом за свои деньги, остаётся вашей собственностью. Если вы хотите изменить право собственности на эту часть, на всю квартиру или на часть квартиры, вы можете осуществить соответствующую сделку. Например, сделку по договору дарения. Решение суда. Основной и встречной иски удовлетворить. Анна Степанова предъявляет иск о возврате денежных средств по долговой расписке. Утверждает, что ответчик незаконно обогатилась за её счёт. Ответчик Валентина Ракитина с иском не согласна. И утверждает, что писала расписку под давлением со стороны истца. Слушание дела открыто. Вам слово. Меня зовут Степанова Анна Андреевна. У меня иск по расписке долг по долгу. По расписке, которая вот дала мне ответчица. На какую сумму? На сумму 51 тысяча с половиной рублей. Понятно. 51 тысяча пятьсот. У вас есть расписка. Ответчик не отказывается возвращать эти деньги? Ответчик категорически отказывается возвращать эти деньги. Почему? Дело в том, что мы с мужем до некоторого времени не имели никакой жилплощади. И жить на квартирах, сами понимаете, очень накладно. И мы решили... У нас были сбережения. Приобрести небольшой домик в Нижнем Новгороде. Ну, даже, можно сказать, под городом. Вот. Ну, мы искали долго, нашли. И окрестность нам понравилась. И цена. Миллион двести. Ну, и хозяйка. Вот хозяйка вот эта вот ответчица. Мы, значит, переговорились с ней. Вот. Но оказалось, что как бы у ней нет права собственности на этот дом. А почему? Потому что неделю назад умер ее муж. Вот мне тогда еще сразу кольнуло. Думаю, надо же, неделю назад как муж умер, а она уже дом продает. Ну, ладно. Женщина симпатична. Думаю, договоримся как-нибудь. В общем, она разрешила нам въехать. Тем более, нам действительно жить было негде. И мы договорились, что мы въедем. Будем, значит, платить коммунальные расходы. Будем присматривать за домом. Помаленечку делать ремонтик. А потом, когда она, значит, получит собственность уже на этот дом, мы заключим договор купли-продажи. Вот. И как бы все нормально, мы въехали, стали, значит, жить да поживать. Закупили стройматериалов, стали делать ремонт. Значит, вот тут у меня все квитанции. Причем вот тут вот сроки по квитанциям именно оплачено было тогда, когда мы поживали его от вечицы. Ну, это понятно. Это понятно. Так. Вот, пожалуйста, оплата коммунальных услуг. Понятно. Вот, пожалуйста, фотографии нашего ремонта. Кстати, ремонт там был сделан, не скажите, что просто косметический. Очень даже, если вы хотите, я вам подробнее расскажу, какой был ремонт. Вот. Ну, в общем, жили мы, жили. Два месяца нормально ремонтировались. И вдруг через два месяца ответчица Валентина Петровна, о, она, значит, это, приезжает к нам и говорит, что я передумала продавать дом. Мол, сын выгнал, у них ссора какая-то, выгнал ее из дома, ей жить негде. Все, говорит, я продавать не буду. Съезжайте. Ну, мы вообще, это самое, чуть с ума не сошлись с мужем. Так. Ну, и это самое, она переночевала, естественно. А на утро вообще говорит, вы метайтесь. Вот так прямо и сказала. Вы метайтесь, только быстрее, чтобы вашего духа не было. Я ей говорю это, а как же, а как же наш ремонт? Вот же все документы, все. Оплатите нам 51 тысячу с половиной. Вот. Так она, это самое, говорит, ой, не буду оплачивать. Ну, сами понимаете, женщина пожилая уже, может, маразм какой-нибудь. Я говорю, у меня все есть, все для этого есть. Она говорит, ничего не знаю, вы метайтесь. Ну, мы это, с мужем с ней поговорили. Нормально, ваша честь. Честное слово вам говорю, нормально поговорили. Просто пригрозили ей судом. Так она, это самое, написала расписку. Ну, вы знаете, очень хорошая расписочка. Вот, пожалуйста, что обязуюсь через месяц оплатить 51 тысячу с половиной. Это все ваши расходы? Именно 51 тысяча? Да. Ну, по квитанциям все тут, вот, пожалуйста. Я понял. Вот. Написала расписочку, через месяц оплатит. Ну и что? Мы решили больше с ней не связываться. Очень нормально. Мы же люди вот нормально, видите какие. Нам прекрасно продали другой домик. Мы нашли. Я понял. Купили домик. И прошел месяц, ничего, никакой оплаты нет. А тут, значит, беру я газеточку и вижу. На-те-ка вот. Объявление о продаже в газете. Да еще написано, продается дом, да еще с качественным ремонтом. Боже мой, я смотрю и адрес и все. Это там, где мы проживали. Ну, я чуть с ума не сошла вообще. Ну, это самое. Мошенница, что ли, да? Конечно, конечно, мошенница. В общем, решили мы вот как-то принять меры. Это все? Вы знаете, я просто хотела еще вам предложить все-таки свидетельницу мою выслушать. Потому что, ну, мошенница чистой воды. Пригласили свидетеля в суд, пригласили? Обязательно. Выслушаем свидетеля обязательно. Будьте добры, вот это я вас попросу. Валентина Петровна, вам слово. Ваша честь, не могу. Плакать не надо. Я даже... Плакать не надо. Ох, Ваша честь, не могу. Нужно спокойно обосновывать свою позицию. Я не привыкла к такому вообще общению даже между людьми. Действительно, остаться одной очень тяжело. И просто не знаешь, не знала, куда себя деть. И посоветовавшись с детьми, во-первых, и платить мне за дом нечего. И мне просто невозможно находиться. Я не могла в доме находиться. И сын предложил к нему переехать. И когда я пожила у сына, я поняла, что там тоже мне нет места для житья. Я увидела, что сыну тоже нужны деньги. И увидела, что вот эти вот дома престарелы, у него проспекты. Я просто, честное слово, в какой-то растерянности уехала, прожив у него некоторое время, приехала в дом. На следующее утро я сказала, вы извините, я не могу продавать вам дом. Мне просто... А в честь чего это мы должны страдать? Ремонт был сделан к этому времени, Валентина Петровна. Вы знаете, семейные тут дела, мы страдали. Сказать про ремонт, да, они что-то делали, я не могу неправду говорить. Но когда они уехали, она и линолем ободрала, и все в туалетной комнате, все, все, и батареи. Понимаете? И кроме этого... Это неправда, Ваша честь. И кроме этого начала потом... Вот фотографии, все есть. И когда они пришли, она и трое мужиков, и стали требовать расписку, вы знаете, у меня все внутри, у меня нет... Ваша честь, вранье, мы были только служа. Я написала эту расписку, но только после начала было заявление в милицию, в прокуратуру. Я написала... Милиция выносила решение о возбуждении уголовного дела? Нет, они сказали, нет насилия, нет факта. Истец, у меня к вам вопрос дополнительный. Ответчик утверждает, что после того, когда вы выехали по просьбе ответчика из этого дома, вы испортили ремонт. Просто забрала батареи, ну очень дорогие, ну очень, ну жалко было. Батареи я забрала, а больше ни сантехнику, ничего не обдирала. Ну, вы сами можете проверить. В сумму ваш выиск, вот этого, 51 500 рублей, входят батареи в стоимость? Передайте мне все документы ваши. Я же не дурочка. Ответчик, и ваши документы мне передайте, пожалуйста, через пристава. Да, пожалуйста. И ответьте мне еще на один вопрос. А каким образом вот в этой газете, спасибо, вот в этой газете появилось объявление о том, что ваш дом опять продается, причем с ремонтом? После того, когда вот такая вот обстановка началась, я сначала подумала, может быть, я буду жить в этом доме, но не заплатить мне, нечем мне платить. И вообще не смогу я содержать, кроме того, что я просто находиться в нем одна не смогу. Я обратилась в агентство недвижимости. Они мне оценили стоимость дома. Они мне все вот это вот помогли дать объявление и сказали, будут, в общем, работать со мной по продаже этого дома. Но после того, когда у меня будут готовы документы, что вот по истечении определенного срока. Но оценили же на большую сумму. Я не могла заключить никакого договора, пока вот я не оформлю вот эти документы на право по наследству. Пригласите, пожалуйста, свидетелей ССА в зал. Свидетелей ССА, пройдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Остапова Инна Юрьевна. Инна Юрьевна. Да. Ваша честь. Дело в том, что я тот человек, который собирался купить этот дом. Да. Понимаете, мы с мужем искали очень долго какой-нибудь, ну, такой, чтобы не очень далеко от города, местечко, и такой дом недорогой. И вот наткнулись на объявление. Миллион пятьсот тысяч. И недорого. А мы поехали его посмотрели. Хозяйка такая милая женщина, говорит, вот муж умер, жить в этом доме больше не могу. Вот, рассказывает нам. Ремонт такой, ну, такой, не сказать, что супер там еще ремонт. Ну, очень, очень хороший дом. Дом теплый, добротный. Ну, в общем, нам все понравилось. И цена, и все. Вот, значит. И ответчица говорит нам, а договор-то мы заключить не можем купли-продажи? Почему? А у нее, а у нее, муж-то умер четыре месяца только как. Понятно. Понимаете, у нее нет, она еще не вступила в наследство. Мы ей предложили заключить, ну, как бы, предварительный договор, да, о намерениях, да, и оставить за даток, чтобы дом никуда не ушел, понимаете, чтобы он за нами был. Я понял. Вот, но она отказалась, она говорит, дом и так ваш будет, и вообще, вот, я не могу, я у сына буду жить, а вы приезжайте, живите здесь, уже перепланируйте как хотите, мне там стеночка, конечно, очень, ну, мешала, не нравилась. Вот, и делайте то, что хотите, а вот я документы получу, и мы с вами, значит, оформим договор купли-продажи. Да, это же получается, что вот эти так жили, значит, и мы. А как я, значит, спокойно себе мы живем, заселились, живем, и вдруг приезжает, значит, Анна Андреевна, понимаете, и требует своей батареи. Мы приехали в дом, бабушка тут нас убеждает, что все замечательно, и все тут ремонт есть. Ваша честь, но мы с ней не поссорились, вы не думайте. Вот, я просто сильно очень удивилась, и мне просто... Батареи были сняты, демонтированы. Батареи очень хорошие были, да, они их сняли, я им позволила. Вы поставили новые батареи? Да. Так, что было дальше? У меня есть, вы знаете, я заключила договор еще до того, как приехала Анна Андреевна, понимаете, я заключила договор с фирмой на ремонт и перепланировку, и 300 тысяч уже заплатила денег, понимаете, за все это. У меня есть вот договор на руках, понимаете? Ну, дальше-то что было, говорите. Вот, значит, приехала и рассказывала мне такую историю, а я-то думаю, с нами тоже документов она никаких, значит, не заключила, документов у нас никаких нет, что мы в этом доме там, значит, проживали. Потому что я не могу вам документы. Ничего, так это же, она же через два месяца придет и нас выгонит тоже, а ремонт-то ей останется, а дом еще подорожает. Да сто процентов, мошенница, чистая вода. Это значит, они им продавали за миллион двести, мне за миллион пятьсот, кому-то за миллион семьсот, за наш счет, да? Это же афера. Натуральная. Вас выселяла ответчик после каких-либо событий? Видимо, еще не успела, потому что мы только вот два месяца только прожили. Вы въехали в этот дом на основании вот этого объявления в газете? Да. Мы по объявлению поехали посмотреть дом. Очень нам он понравился. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она меня уже всю задюкала, всю жизнь мне говорит, что мне одеть, как мне причесаться, куда мне ходить, куда мне не ходить. Ну что ж, вы хорошо выглядите. Ваша честь, мы из-за этого остались без мужиков. Ни она, ни я. Две сестры никак не могут ужиться вместе. Романтичная Елизавета устала жить под давлением черствой Софьи. Она решает уехать в столицу, чтобы исполнить мечту детства – выступать на сцене. Судом установлено, что между истцом и ответчиком имел место договор займа. Причем истец передал вещи, которые были оценены истцом в 51 500 рублей. Ответчик это не отрицал. Договор заключен в письменной форме и обязан быть исполнен. Односторонний отказ от обязательства недопустим. Таким образом, ответчик, вы обязаны вернуть истцу сумму в размере 51 500 рублей по договору займа. Суд устанавливает вам срок полтора месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Решение суда. Иск удовлетворить. Истец Елизавета Верещагина подает иск разделе имущества, находящегося в совместной собственности. Ответчик Софья Верещагина иск не признает. Она уверена, что сестра совершает очередную глупость. Открыто слушание дела. Верещагина Елизавета Ивановна, ваша честь, помогите, пожалуйста. Хочу разделить дом, который принадлежит мне и моей сестре старшей. Хочу его потом продать и заняться своей уже личной жизнью. Потому что никакой жизни сестра мне, моя старшая, не дает. А дом общий. Дом общий. Разделить пополам хочу дом. Можно показать на схеме? Вы хотите разделить пополам или выделить долю в натуре? Нет, я хочу его разделить и 10 соток, которые у нас есть, тоже разделить. Для того, чтобы потом полдома и получастка продать можно было. Потому что мне деньги нужны, чтобы свою личную жизнь устраивать. Вы мне объясните, этот дом принадлежит на праве общей собственности вам? Да, этот дом от родителей достался. По наследству? По наследству. В равных долях? Да. Мы не делили доли, не делили. Мы просто жили. Потому что, да дай мне хоть сказать хоть раз, ты мне никогда не даешь. Ну покажи, как мы жили там, покажи. Она меня уже всю затюкла, всю жизнь мне говорит, что мне одеть, как мне причесаться, куда мне ходить. Я вам расскажу потом, почему это такое. Вы хорошо выглядите. Ваша честь, мы из-за этого остались без мужиков. Ни она, ни я замужем никогда не были. Правильно, я за ней всю жизнь следила. Ну что правильно, ты сейчас мне жизни никакой не даешь. Только мне три года тому назад судьба улыбнулась. Как ты что? Улыбнулась судьба. Улыбнулась после этого у тебя три года. Да, оставила ночевать одного Федьку, и все, и деньги он утащил. Они с тобой, потому что он остался ночевать, да? Поэтому ты его и выгнала. Посмотрите, пожалуйста, этот дом. Ой, ваш честь, можно показать, как я хочу разделить дом? Ну покажите, покажите. Вот смотрите, вот это вот все наш участок, 10 соток. Вот здесь вот банька, туалет. Но это я ей хочу оставить, раз уж она старшая. Дом у нас 85 квадратных метров. Вот если вот так вот здесь перегородочку маленькую поставить, то у нее вход как был, так и останется. Вот коридорчик, здесь кухня. Комната одна у нее будет, и комната вторая. Большая часть у нее. Участок вот этот вот тоже весь ее. Вот так вот здесь заборчик, и здесь заборчик. А вот мне здесь врезать дверь, и вот такая будет маленькая. Сейчас комнатка такая, как кухонька будет. А здесь вот комната. Здесь вот можно кладовочку сделать. Она так говорит, потому что ей это не нужно, потому что она продать хочет. И вот это вот я вот хочу вот эту часть. А кто ко мне попадется, какой сосед? Зачем мне это надо на старости лет? Продать, для того, чтобы можно было... Ну мне деньги нужны. А туалет-то вы где будете строить тогда? Ваша честь. А ей не надо будет ничего, она продает. Вот эта вот вся часть, нижняя у меня останется. Я могу вот здесь вот построить туалет и баню. А она около моей. А у тебя уже есть, тебе строить вообще. Ей вообще деньги не нужно будет вкладывать. У нее уже все есть. Понятно. Займите свое место, мне понятно. Так вы объясните, зачем вы хотите разделить-то все-таки? Только для продажи? Да, мне нужны деньги, ваша честь. А где вы будете жить? Дело в том, что, ваша честь, у меня появился продюсер. Вот, продюсер. Я пою в Доме культуры. И с детства, когда была еще маленькая, мама говорила, ты, Лизка, будешь артисткой. Но вот сестра, все мои попытки стать артисткой душила на корню. Неправда, я и говорила, поедем в Москву вместе, я тебе покажу. А зачем ты мне в Москве-то нужна, скажи? Чтобы тебя не обманули, чтобы не обманули. Может быть, вы мне будете рассказывать. Извините, ваша честь. Так вот, у меня появился продюсер. Я в Доме культуры пою песни всякие, русские, народные. Так вот, он обещал меня раскрутить или продюсировать, как сейчас говорят. А я ему отдала, этому продюсеру. Это мои деньги. Я их заработала. 25 тысяч было, да. Я ему дала. Он, ваша честь, он меня на радио, я уже пила, ты сама. А договор заключила ты с ним? Да что тебе все договорно, договор. А как расписку взяла? Да зачем мне расписка нужна? Ты по радио меня слышала? Слышала. Слышала. Вот, и диск сейчас почти готов уже. Так что... И сколько еще он просит с тебя денег? Милая моя, так это же надо, чтобы продюсировать. Это денежки нужны, и те деньги, что я получу от продажи дома, это не что, там миллионы нужны. Он свои деньги вкладывает. А где ты будешь? Итак, вам нужны деньги для того, чтобы оплатить продюсеру продвижение на каналах каких-то телевизионных или радио, да? Он меня... Дело в том, что через месяц я должна к Кадышевой поехать на прослушивание. Он так и сказал, что, Елизавета Ивановна, вы хорошо поете, не хуже Кадышевой. Она вас, может быть, к себе возьмет. А может быть, и пристроит еще он меня куда-нибудь, потому что он уже столько их людей раскрутил. Столько уже певиц много, которые... Ей стоит 58 лет, у нее столько было уже таких вариантов. Она уже и убегала с бандитом, и чего только не было. Теперь продюсера нашла. Хорошо. Итак, вы продадите сейчас дом. Да. Да? Значит, у сестры вашей денег на покупку... Нету. ...это части нету. Вы продадите тогда другим людям. Да, ваша. Правильно? И кто ко мне поделится? А где будете жить-то сами? Дело в том, что Сергей Березкин, это вот продюсер мой, он как раз и занимается сейчас этим, подыскивает варианты мне в Москве. То есть на деньги, на часть денег, которые здесь останутся, он мне квартиру купит. За нашу деревню, в Москве квартиру он ей купит. Да, да, он этим занимается как раз. Понятно. Елизавета Ивановна, мне ваша позиция ясна. Ваша честь, подождите минуточку. Вы спросите, пожалуйста, Сергея Березкина, он пришел сюда в суд. В качестве свидетеля? Да. Да? Да. Ну, спрошу хорошо. Спасибо. Ваша честь, я категорически против продажи этого дома. Мы выросли на этом месте, это наша земля. Мама с папой нам оставили это, мы с ней жили, я всю жизнь за ней следила. Предметом данного судебного разбирательства не является возможная сделка купли-продажи. Это в будущем. Разделить, понятно. Она просит разделить. Сейчас истец просит выделить в натуре долю, которую, как она считает, принадлежит ей. Она просит разделить. По закону. Разделить. Значит, ко мне кому-то она продаст. Потом-то, когда мы разделим. Я против категорически, потому что я не верю ей. Она нищая останется, она ко мне придет опять. Ну, что это я останусь нищая? Потому что он забирает у нее эти деньги все. Он уже только начал... Кто он? Так. Она мне показывала своего этого продюсера. Вы его увидите и тоже поймете, что это за человек. Это аферист, а не продюсер. Никакой не аферист. Он уже у него все деньги забрал. Я у него документы смотрела, он мне показывал все документы. То есть он никакой не аферист. Пригласите свидетеля, пожалуйста, истца. Посмотрим сейчас, проверим документы. Дожила, 58 лет. Свидетеля, пройдите. Продюсера нашла. Да ты мне всю жизнь портишь. Продюсера нашла. Посмотрите, посмотрите, продюсер. Да, это Сережа. Дайте-ка мне очки надеть, посмотреть тоже внимательно. Продюсер. Представьтесь, пожалуйста, и документы дайте мне ваши. Через пристава. Ваша честь, я Березкин Сергей. Я являюсь продюсером, администратором, работаю в Москве в продюсерском центре. Так администратором или продюсером? Администратор-продюсер. Это что, одно и то же, что ли? Это одно и то же. То есть я администратор и продюсер. Продюсер, это я продюсирую, то есть выявляю таланты с нашей страны. И много выявили уже? Очень много. И Елизавета Ивановна, мне просто понравилось голосом. Ее голос, если вы просто слышали его. Я никакой не аферист. У меня вот документы представлены. У меня есть удостоверение, у меня есть справка с работы. Я ей подобрал в Москве несколько вариантов. Одна из них находится в Перово, квартира. Там живет замечательный сосед. Вполне возможно, она сведет с ним свою судьбу. Понятно, вот так вот. Так что вы хотите-то объясните? От истца что вы хотите? От истца я хочу ее раскрутить и выявить ее на большую сцену. Но правильно, вкладывайте свои деньги. Я вкладываю в нее свою душу, свои деньги. Но то, что... У меня такое ощущение, что вкладываете вы душу-то, может быть, и свою. А вот деньги хотите вложить из са. А деньги наши. Вы понимаете, в чем дело? 25 тысяч рублей, которые передала мне Елизавета Ивановна, я их потратил на изготовление диска, который находится сейчас в процессе. Плюс поставила ее на местное радио. Две недели... Которые мы бесплатно можем петь. На каком радио? Какая программа? Или я могу туда прийти и спеть? А что ты не ее споешь? Программа какая, радио? Программа радио поет деревня. Две недели она занимала первые позиции в чате. Вы можете это доказать? Доказать? Ваша честь, можно я спою? Что-то доказать не надо. И вы что, вы можете доказать, что для этого нужны были деньги, потому что программа поет деревня? Вы понимаете, в чем дело? За деньги, что ли, идет? Вы же понимаете, бесплатно вы ничего не сделаете. А вы что, на самом деле обладаете талантом, как вы считаете? Да, можно спеть, ваше честь. Ваша честь, послушайте. Ну, спойте. За колецей солнце клонится от березоньки. Тихо веет грусть, сердце девичье затуманилось. Жду желанного не дадусь. Дождалась, 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 дождалась желанного. Что ж ты, милый мой, в час назначь. Спасибо, истец, спасибо. Ваша честь, можно я пою? Зрителей-то сколько? Может быть, вам в клубе остаться, если вы в клубе поете? Ваша честь, мне Сергей обещал цену большую, раскрутить меня обещал. Я обязательно направлю Кадышевой. Пожалуйста, помогите, Ваша честь. Кадышевой. Да. А останемся мы с чем? Ну что ж, суд удаляется для принятия решения. Вы все-таки свое желание разделить этот дом с целью продажи не меняете? Нет, не меняю. И я не меняю. Категорически не меняю. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Елизавета Ивановна, я не имею законных оснований для отказа в удовлетворении ваших требований. Вы на самом деле имеете право разделить дом в соответствии с вашими предложениями, выделить долю в натуре и в дальнейшем, получив документы в Росреестре, осуществить сделку купли-продажи. Но я, поэтому я удовлетворяю ваши требования, безусловно. Но я хочу вам сказать, что если вы на самом деле обладаете серьезным талантом, если вы представляете интерес для шоу-бизнеса, то поверьте мне, никаких денег вам для того, чтобы выступать и на телевидении, и на радио не нужно. Наоборот, вам будут платить деньги, и немалые, большие деньги. Поэтому подумайте, прежде чем осуществлять эту сделку. Может быть, права ваша сестра, а может быть, продюсер, администратор просто хочет заработать на вас деньги. Оцените ситуацию внимательно. Решение суда. Иск удовлетворить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова